Участники 21-го открытого фестиваля анимационного кино прощаются с Суздалем. Фестиваль закрыт, пришла пора разъезжаться. На пять дней, с 16 по 21 марта, маленький Суздаль стал сыроссийским центром анимации и мультипликации. В последний день творческие посиделки, добрые шутки и награждения победителей. До торжественной церемонии итоговая пресс-конференция. На ней организаторы и члены жюри поговорили об актуальных проблемах современной мультипликации, от творческих до коммерческих, связанных с реализацией анимационных фильмов. Есть работы, огромное количество студенческих работ, и здесь я бы сказал побольше. Студенческие работы интересные, они многообразные, они неожиданны часто, они рисковые. А это самое главное, потому что студент обязан рисковать, он обязан совершать ошибки, потому что в ошибках кроются те тайны, которые мы еще не исследовали. Суздальский фестиваль – своеобразное открытие года кино в целом. В этом году на территории 33-го региона мультфильмы были показаны в 18 населенных пунктах. Было 11 творческих встреч и более 70 сеансов. С отечественной анимацией познакомили почти 7 тысяч детей. В этом году произошло своего рода ноу-хау, который мы собираемся внедрять по всей России. То есть мы не стали детей выдергивать с занятий и тащить их в кинозалы. Потому что зачем их лишать этого, по многим причинам. Мы сами пошли в школы. Любовь к анимации привела на фестивале многих известных владимирцев. Вице-губернатор Михаил Колков признается, что мультики в последнее время смотрит нечасто. Однако, если случайно попадает на них, оторваться бывает тяжело. Смотрю мультфильмы и российские, и американские, и европейские, и японские. И очень уважаю творчество и Юрия Борисовича Норштейна, и Хаяо Миядзаки. Ну и, конечно, хорошо знаю нашу классику. Например, один из любимых мультфильмов у меня – это «Наш старый кот в сапогах». Ну а другой – это классика мультфильмов для взрослых. Это фильм, фильм, фильм. Двухчасовая церемония награждения. Чествует лучших из лучших. Лидер наград – Антон Дьяков. Его работа «Питон и сторож» собрала порядка четырех дипломов. Вот там лежит сумка с горой призов. Профессиональный рейтинг, рейтинг зрителей по регионам. На самом деле, ну что может быть приятнее. Я просто, ну правда, я сказал, что я чувствую себя грабителем. Вот такие сложные чувства. Уже не на камеру Антон Сергеевич сказал, что правильнее было бы его награда дать молодым. Им такой стимул нужнее. Организаторы фестиваля надеются, что в следующем году гостей и творческих открытий будет еще больше. А работу нынешних победителей теперь ждем на большом экране. Арсений Хуторской, Егор Хребко, Губерния 33.